Не так давно мы показывали вам лайфхаки, которые проверили и отобрали прямиком из тиктока. Вам эта тема понравилась, поэтому мы подумали и решили, почему бы не показать вам подборку товаров из Китая прямиком с видео из тикток. Мы заказали много интересных посылок и сегодня поделимся с вами опытом, что же стоит покупать, а что нет. Некоторые товары не сразу понятны. Что это за штука, зачем она нужна и почему нагревается сразу после включения? Чтобы увидеть это приспособление в работе, замешаем стандартное тесто для блинчиков. Теперь переливаем его в форму, которая идет в комплекте. И уже включенную блинницу окунаем внутрь. Без сковородки и подсолнечного масла у нас получился очень красивый тоненький блинчик. И вот у нас уже готова целая тарелка ровных и очень вкусных блинов, которые мы приготовили за 5 минут. Но все же в такой блиннице есть один минус. Ты рискуешь поправиться, постоянно наминая мучное. Следующим на очереди идет такой вот термос. На первый взгляд ничем не примечательный небольшой термос, который помимо всего прочего сделан минималистично и очень красиво. Но если мы зальем внутрь немного чайка, а затем закрутим крышку, то сможем заметить на ней температуру жидкости внутри. На вместимость термос мы протестировали, ровно 450 заявленных миллилитров. Ну а поскольку сейчас знойное лето, внутрь мы решили залить ледяную кока-колу, чтобы проверить удержит ли термос ее температуру целый день. С самого утра мы поставили его на подоконник, а вечером взяли с собой на озеро. За эти 10 часов температура вообще не поднялась, и кола в термосе осталась такой же ледяной. Еще один гаджет, прилетевший с Китая к нам на кухню, это небольшой блендер. Его особенность в том, что он аккумуляторный, и зарядив его, ты сможешь использовать его без проводов. Не верите? Сначала мы тоже не поверили, что такая маленькая штучка справится с фруктами внутри. Но после тестирования оказалось, что очень даже. Буквально за 2 минуты мы получили свежий вкусный молочный смузи. А блендер можно взять с собой в абсолютно любое место, и, например, прямо на природе, сделать себе вкусный напиток из только что собранных ягод. До последнего не верится, что за такие деньги можно купить столь полезные устройства. А помните, году так в 2016 были популярны вот такие вот мини-USB вентиляторы. Его можно было вставить в пауэрбанк и почувствовать себя королем в жаркую погоду. К сожалению, такой вентилятор не мог достаточно сильно нас охладить. И поэтому мы решили проверить, что же придумали китайцы уже в 2020 году. Для этого мы взяли ноутбук и зашли на Джум. Кстати, все сегодняшние товары мы тоже купили в маркетплейсе Джум. В нем тысячи товаров из 4 разных стран. Доставка на все товары из них быстрая и бесплатная, а сэкономить тебе поможет сервис Letyshops. Он сейчас раздает до 18,5% кэшбэка от твоих покупок. Это называется горящий кэшбэк. То есть увеличенный в несколько раз кэшбэк, который можно найти прямо на главной странице. Например, покупаешь ты этот термос за 1277 рублей и получаешь назад 78 рублей. Или купив практичную маску для улицы за 600 рублей, кэшбэком получишь больше 100. Реальных рублей, которые ты можешь вывести себе на карту или мобильный счет. Количество горящего кэшбэка всегда ограничено. Поэтому рекомендую заходить на Letyshops ежедневно, чтобы не пропустить лучшее предложение. Ведь с Letyshops сотрудничает более чем 2400 магазинов. Джум, Алиэкспресс, Беру, Мвидео и другие. Удобнее всего проверять кэшбэк с мобильного приложения, которое будет у тебя всегда под рукой. Поэтому прямо сейчас регистрируйся в Letyshops по ссылке в описании, чтобы успеть получить до 18,5% в магазине Джум. Ведь количество горящего кэшбэка ограничено. Возвращаясь к проблеме жары, мы наткнулись на чудо-средство. Мини-кондиционер. С самого начала, после распаковки, этот пластиковый кубик уже не внушает доверия. Дует он, если честно, даже меньше, чем маленький вентилятор. Ну что ж, давайте, как в инструкции, зальем внутрь воды. По идее, вода должна подниматься внутри по фильтру и каким-то образом нас охлаждать. Но всё, что сделала вода, это начало течь на стол. В общем, устройство, мягко говоря, так себе. Вместо него мы нашли, так сказать, USB-вентилятор на стероидах. Это устройство от Xiaomi. И его огромный плюс, помимо мощности, это автономная работа от собственной батареи. Зарядив такой от USB, ты получаешь 5 часов непрерывной работы и приятного ветерка. К тому же, я думаю, мало кто поспорит, что выглядит вентилятор очень круто. Ну а если в летний день ты вдруг решил включить свет и открыть окно, то твоя квартира моментально прекращает быть твоей. Её захватывают сотни насекомых всех сортов, от маленьких мошек до ночных бабочек. Исходя из того, что все мошки летят на свет, китайцы придумали лампочку-ловушку для насекомых. Это, казалось бы, обычная LED-лампа, которая вкручивается вместо любой в вашем доме. Но внутри неё находится металлическая дуга с высоким напряжением. Мошки и комары залетают внутрь, и назад им вылететь уже не судьба. И всё бы хорошо в этом чуде китайской инженерии. Жаль только, что на природу, где вокруг тебя рой комаров и всяких жучков, её не взять. Ведь нужна сеть 220 вольт. Но мы нашли и второй вариант ловушки. Она питается уже от обычного USB и работает по принципу всасывания насекомых внутрь. Такую ты сможешь взять с собой в любое место и подключить к пауэрбанку. Правда, мне кажется, этот жук совсем недоволен такому изобретению. Ну а приз за самый экзотический метод борьбы с насекомыми получает венерина мухоловка. Это хищное растение, которое поедает мух, комаров и других летающих источников белка. Заказать можно как сразу растение, так и его семена, которые ты сможешь посадить и вырастить своё собственное. За месяц у нас выросли вот такие вот маленькие мухоловочки. За эффективность метода борьбы с насекомыми отвечать не могу, но вот эффектность гарантирована. Ну а если после просмотра этого видео ты покопался у себя в карманах и понял, что из денег там только сувенирные, мы нашли товары для тебя. Этот ничего не стоящий шарик не обычный, а огромный. Надув его, мы получим метровый шар в диаметре. Правда, с надуванием нужно ещё постараться, задача оказалась не из лёгких. Уже спустя пару минут голова сильно кружилась, но мы справились и обнаружили, что такой шарик, если его подбросить, подлетает очень высоко и стремится улететь куда-то далеко-далеко. Кто знает, напишите в комментариях, почему так происходит, ведь внутри шарика обычный воздух. Ну и не забудьте, что ссылки на все товары есть в описании. И пока! Всё, труба, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok